Наверное, на вскидку мои самые такие, мне кажется, памятные партии – это с Лилит Макартычан. Она была даже прокомментирована в 64. Потом партия с Нино Хурцидзе из клубного чемпионата Европы. Там я красивый матстр индийской защите поставила. С Лилит Макартычан там такая позиционная партия была интересная, с жертвой качества. Ну и Днепропетровский выиграл женский круговой турнир. Там выполнил, по-моему, это была вторая норма Гроссмейстера. Турнир был сильный и партии были неплохие, в принципе. Вот из этого турнира что-то, наверное, можно было бы выбрать. Ну, а просто еще памятные партии и сильные партии – это не всегда совпадает. Но то, что назвала, может быть, вот эти партии я бы отметила. Ну, чест-бейс, если у кого есть, посмотрите. Ну да, если бы в плане той расстановки, которую со мной в прошлый раз применили, мой соперник действительно, конечно, очень… Ой, ладей 8 надо здесь ходить, ну ладно. Ладей 8, чтобы не давать разменивать слона, все же таки… Ну ладно, это на самом деле не критично, потому что атаки здесь не будет. Да, поэтому… Но для меня, как для староиндийца, такого коренного староиндийца… А, все-таки соперник говорит, что атака будет, видите, как у него свое мнение на этот счет. Ну да, чтобы не давать такой размер, надо играть в ладей 8, минус слона 6, слона 8. Такая типовая игра. Хотя я смотрела с компьютером, многие позиции компьютер вообще говорит, а зачем этого слона сохранять? Но у него, у компьютера свое совершенно другое мнение на многие вопросы, так что мы не будем. Так, что мы точно не будем делать? Мы не будем бить ЕД. У нас где-то пешка на Е5 провисает, поэтому пойдем куда-нибудь ферзиком выползем. Это ЕДЕ, там провисали мы по диагонали. А как вот он будет скрывать королевский фланг? Я не знаю, А3 все-таки уже сыграл. Е3. Но у меня есть план такой типовой, это сыграть А6, Б5. Даже 5. Ну окей, хорошо, мы играем Б5. Да, кстати, знаете, донат от Сергея Вадимовича, мне кажется, мне пришел. Прямо сразу, сразу прям по номеру телефона. Это такая специфика моих стримов. Я уже заметила, это не первый раз происходит. Так, куда коня? На А5 или... Спасибо большое, Вадим. На А5 он под слон Е2 где-то попадет. На Е8 немного тормозит развитие, может быть, фигур. Но еще здесь накат пешечный присутствует, может быть. Но с другой стороны при коне на А5... Конь на А5 или конь Е8, вот в чем вопрос. Конь Е8, он сыграет как-то, наверное, А4 и будет А5 двигать. У него как-то попроще с планом. А с другой стороны конь на А5, может быть, будет не очень хорошо стоять. Ну, ладно, не знаю, сыграю конь А5. Не хочется давать возможность сыграть сопернику А4, А5. Слишком все просто здесь. С другой стороны, конь на А5 может вообще вне игры оказаться. Кстати, еще конь Ж8 был, вполне возможный ход. И, например, на А4 сыграть А5. И на Ж8 конь А5, правда, там А5 он сам сыграет. В общем, не знаю. Так, это что такое? Это мне направили на диагональ слона здесь. А если я БС и потом Д5 как-то задвину? Пешку на С6 мне вообще не жалко, в принципе. Так, конем бить плохо или хорошо? Конем бить плохо. Конь Е5, ХД6, конь Д3, ладья Д3. Бьем пешкой. Грандиозное мероприятие в силе, только оно будет завтра. Завтра будет. С 3.30 начала сбора гостей. С 4 часа начала блиц-турнира гроссмейстерского. Реально гроссмейстерский турнир. И Грачев, и Савченко, и Морозевич, и Чигаев. Ваня Попов не сможет, к сожалению. Но Валя Гунина, Оля Гирия, Даша Войт. В общем, завтра… А, Паша Двалешвили сегодня записался. Ну, для тех, кто в курсе, Паша – это легенда московских шахмат. Да, у меня такая манера перетаскивать фигуры есть. Это правда. Продвигается разменчик ферзей. Да, конь наш 5, кстати, остался действительно внеудел. Защитим. Ой, а чё ж я так бездумно-то пошла? Бездумно. Безумно. Обратно, что ли, ходить? Блин, слома по 7, вроде, такой естественный ход, такой бездарный оказался. Как записаться на данный турнир? Ну, в принципе, регистрация вообще у нас закрыта уже. Но мест 5 примерно еще осталось. Вот я… Валадар Мурзин, ему 17-й год. Так, начинается. Да что-то я еще отвлекаюсь тут. Ну, кстати, владелец Д1 был сильнее со стороны моего соперника. Этот ход был точно лучше. Так, я фигуру сейчас отыграю просто. Или нет, не отыграю. Ну, качество во жертву, а фигуру отыграю. Солнце 6, владелец 6, владелец 6, владелец 5. Ну, конь у меня на h5. Кстати, вот коня на h5 я зря. Конь на краю доски, позор на голову твою. Точно. Будем реанимировать коника. Ну, если он сейчас сыграет h4, я h6. Какой позиционный, а? Какой позиционный. Безнадега.ру, да? Может быть, соперник в цитноте начнет теряться? Вообще хорошо играл партию. Хочу конь с х5 сыграть. Не-не-не, сдаваться мы не будем. Ну, на заднем плане у нас тут люди играют в шахматы. И вообще не только в шахматы. Так. Может, как-то силен. Катастрофически силен. Так, проигранный. Я к проиграну надежда на вилку. У меня нет двух пешек и качества. Ну, вообще, конечно, по-хорошему надо сдаваться. С точки зрения турнирной борьбы надо сдаваться. Может, конь с х5 зевнет? И тут он не зевает, а? Конь с х5-то надо же зевнуть как-то, товарищ мой, дорогой друг. Почему что ты ничего не зеваешь-то? Со мной... О, кстати, боевая идея появилась. Смотрите. Боевая идея появилась. Что значит, смысл тянуть? Нет. Вы сейчас увидите, в чем боевая идея отменяется, видимо. Знаете, какая? Конь с х7 и мат поставить. Чувствую, меня самой тут мат сейчас поставят. Конь с х7 и мат – это была рабочая мысль, да? Ну, смотрите, конь с х7, ладья а6 – это мат. Да ладно, я хочу проверить реализацию. Соперник классно играл, никто не спорит. Но на секундах иногда бывают шансы. Если бы у моего соперника был рейтинг повыше, я бы сдалась. А тут рейтинг все-таки не такой, что ли. Большой. Конь еще сейчас попадется, бедолажник мой. Сейчас конь с х6 грозит, например. Вот надо не зевнуть. Зевнул. Все равно проиграно у меня. Все равно у меня проиграно, но… Так. Ой, это ладья ца-8. Ладно, сдаемся. Ну, какие-то шансы все равно же использовал. Конь с х7 и ладья а6, например, была матовая идея. Что идет на мониторе? Ну, на одном из мониторов на этом ведет стрим. На вот этом мониторе расписание на неделю. Да, ну соперник хорошо играл, что сказать. Надо было, кстати, партию посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, так. Классно сегодня, видите, тактику. Да и вообще, зашибись. Ну да, я конь аж 5 зря, конечно, это точно. Вот коня я оставила зря. Ну, зря, наверное, дала разменять чернопольных слонов. Потом, мне кажется, после того, как провела я все-таки б5, мне казалось, позиция у меня хорошая. А что дальше? А, ну сломб7 я по-дурацки зевнула, конечно. На ладья c6, сломб7 это совсем дурость. Может быть, надо было... Может быть, надо было... Ну, сломб7 не надо было зевать. И, в общем, шансы были бы вполне. Ну, мне кажется, что соперник провел хорошую партию. Тем не менее. Подождите, помните, мы с вами эту теорию продолжаем изучать? Какая точность игры, не знаю. В принципе, не подозреваю, но посмотрите. Так, c5. У меня на непрошлом стриме... На прошлом стриме не знаю, банили кого-то или нет. Но через стрим попался товарищ, который я во время партии заподозрила, что он играет не сам. И его забанили очень быстро. Он еще и возмущался, что меня... Ой, лошадь. Что меня поразило, что он еще возмущался, что его нечестно забанили. Ну, там был Галима, конечно, читер. Грозился мне, что он отпишется. А мне очень нравится, как Александр на эту тему шутит. Он говорит, я вас сам отпишу. Интересно. С одной стороны, вроде как подписчики – это наше все, да? С другой стороны, иногда действительно проще отписать человека, чем пытаться ему что-то доказывать. Какая у меня позиция богатая на все. Вот эта позиция должна выглядеть очень перспективно. Ну, ладно, пока, наверное, сыграем все-таки слон в 4. Слон в 4, правда, слон в 6. Слон в 4, слон в 6. Слон в 6, ферзь в 6. Коней в 6 хода нет, потому что ферзь в 6. Ну, слушайте, ну, такое преимущество в развитии, колоссальное просто. Неужели ничего нет? Может, с ферзь в 3 пойти? Давайте с ферзь в 3 тогда сыграем. Слон в 4, слон в 6. Что, неужели там ничего не было? Ладно, освободим для ладьи линию д. А, то есть предыдущего соперника была точность 93%. Ну, давайте подождем. Если играл сам, то молодец. Одну партию человек может сыграть с такой процентовкой. А если забанят, значит, не повезло. Давай. Спасибо. Продолжение следует...